На гранулах перита выросли кристаллы из первичного бульона. Химия Биология 1613-16 Нояб. 2019 Сложность 3.7 На гранулах перита выросли кристаллы из первичного бульона. Изображение гранул перита фрактальным рисунком, полученное с помощью сканирующего электронного микроскопа. Лина Винсент Эдал. Лайф. 2019 Группа американских и японских ученых установила, что химические экосистемы могут эволюционировать при наличии ресурса исходных реагентов. Авторы новой работы смешали раствор простых органических веществ, неорганических солей и источника химической энергии, адф или персульфат и аммония, с порошком перита, перемешивали пару дней, а затем перенесли часть в сосуд с новой порцией исходного раствора с перитом и последовательно переносили 40 раз. На 12 поколений концентрации органических веществ и производного адф начали снижаться, а на кристаллах перита образовывались фрактальные рисунки. Результаты исследования опубликованы в открытом доступе в журнале. Life. Согласно одной из теорий возникновения жизни, развитие необходимых сложных веществ на Земле произошло благодаря эволюции химических экосистем, которые накапливались на поверхности минералов и состояли из молекул, способных катализировать реакции образования друг друга. Схема эксперимента. В процессе переноса небольшой части суспензии предыдущего поколения в новый раствор спиритом химические вещества распространялись по минералу, изображены желтым, достаточно быстро, избегая разбавления. Лина Винсент Эдал. Life. 2019 поделиться. Чтобы убедиться, что изменения в растворе протекают благодаря последовательному переносу в сосуды с новыми растворами, а не в результате старения или попадания веществ из окружающей среды, исследователи сравнивали результаты с контрольными образцами. В десяти независимых сериях эксперимента авторы обнаружили значительное снижение концентрации ортофосфата в поколениях 6, 12 и 18 по сравнению с контрольными растворами. Исследователи предполагают, что это произошло либо из-за осаждения или адсорбции на перите, либо из-за перехода во вторичные неорганические анионы или фосфорилированные органические соединения. Содержание органических соединений, которые поглощают электромагнитное излучение в ур и видимой области, начало снижаться в 12 поколении. Авторы утверждают, что эти соединения покидали раствор аналогичный ортофосфату. На изображениях сканирующего электронного микроскопа гранул порошка перита исследователи заметили фрактальный рисунок, который на гранулах контрольного образа встречался редко. В результате дополнительных экспериментов авторы убедились, что для образования рисунка необходимо наличие в растворе как неорганических солей, так и органических веществ и адв. По словам авторов, это указывает на наличие органического слоя на поверхность перита, который позволяет образовываться кристаллическим структурам. Периодическое изменение концентрации ортофосфата в растворах разных поколений. Лина Винсент-Эдал Life 2019 поделится Авторы заметили систематические изменения в течение циклов переноса и продолжительный цикл спада и повышения концентрации свободного ортофосфата и органических соединений, которые указывают на возможность возникновения динамически поддерживаемой самороспространяющейся химической экосистемы. По их словам, модификация использованного метода изучения эволюции химических экосистем спиритом путем варьирования начальных компонентов и концентрации поможет ученым лучше понять возникновение условий для развития жизни. Ранее британским ученым удалось из воды, сероводорода, тиоацетата, коротких нейтрилов и окислителя получить пептиды в мягких условиях ранней Земли. Полипептидная цепь наращивалась в результате цикла последовательных реакций тиолиза, гидролиза и окисления. Алина Кротова